Вы уже точно видели новое поколение Jimny. Мы назвали его Геленваген для малышей. Но в Украине он появится не раньше конца года, а вот эта версия все еще продается в салонах. Стоит подождать или есть смысл посмотреть на предыдущее поколение? Мы сейчас это выясним и заодно спросим, что почем. Если не считать полуроссийскую Chevrolet Niva, российские УАЗики, китайский Great Wall Heavy LH3, то это самый дешевый из настоящих внедорожников на нашем рынке сегодня. Все у него хорошо, но есть одна проблема. Он собака очень компактный, но для того, чтобы выяснить, насколько, мы взяли с собой, как всегда, двухметрового Ярослава. Итак, мы пришли к официальному дилеру Сузуки на Новоконстантиновскую. Денис, кроме тебя есть менеджеры в салоне Сузуки? Есть, но они работают. Ты их закрыл где-то каждый раз? Это я. Девушки есть менеджеры? Есть. Но ты самый крутой? Не. Так почему? Я же их всех учу. Я же их всех учу. Ну, я же не ради победы, я так для участия. Сколько стоит? Начинается с 453 тысяч. 17 500? Да. Это будет с чем? У него вообще комплектации какие-то есть? Двигатели разные? Есть. Двигателей разных нету. 1,3. Что касается комплектации, то здесь тоже разница не очень большая. Их всего две. И по факту они отличаются обивкой сидений и различным орнаментом, как то серебристые ручки, рейлинги, не более. То есть чистый марафет. Да. Слушай, давай расставим точки на ты. Это настоящий внедорожник? Да. Рама есть? Есть. Мосты? И передний и задний. Спереди неразрезной мост? Неразрезной. Кстати, неразрезной мост у нас сегодня еще где есть? 105-й крузер не продается, 70-ка еще продается, да? Ну, наверное, не у нас. Не, ну, как бы можно купить, допустим. Вроде бы все. Уазики, наверное, какие-то еще. Да. Пониженный ряд? А как же. Так, а блокировки? Ну, как таковой нету. Почему? Потому что мост передний подключается жестко. Нету самого дифференциала, поэтому блокирование. А с диагональным вывешиванием что делать? С диагональным вывешиванием, ну, как сказать, с его геометрией надо очень сильно постараться. Да, ну, вообще вопрос был риторический. Потому что если вы откроете YouTube, вы бьете туда, джим мне там тянет, джим мне закопали, то можно увидеть, как эта тачка там тягает фуры, вытаскивает трактора из грязи и так далее. То есть главное преимущество – это короткая и очень узкая база. То есть геометрически найти место, где он просядет, очень сложно. Но сейчас не об этом. Сейчас мы узнаем, сколько он стоит и насколько это интересное предложение относительно конкурентов. Мотор 1.3 у нас атмосферный. Атмосферный. Не еды вообще никуда? Гиды, но в своих пределах. Максимальная скорость – 140. А максимальная – это приличная или больше вообще не едет? Нет, это максимально установленная производитель. А дальше что? Нельзя дальше? Не разрешено ехать или он остановится? Ну, некоторые клиенты говорят, что разгоняли его быстрее, но это по спидометру. Что было по факту? Разгон до сотни за 20 секунд? Почти. Ну, реально. Реально 17. Заявлен, да? Да. Автомат бывает? А как же. А японский? А как же. То же самое, Aisin? Тоже Aisin, да. Да. Сузуки не перестает удивлять. Но, наверное, тут не 6 передач? Нет, здесь 4. Это старый? Ну, здесь сложно сказать, что старый. Почему? Потому что машина изначально была создана как внедорожник, поэтому поставить на нее больше ступеней практически невозможно. Гидротрансформатор замыкается очень медленно. То есть, ну, чтобы беречь и коробку, и двигатель от лишнего перенапряжения, все-таки внедорожник ездит обычно по грязи. Скажи, пожалуйста, а вообще, если вот брать под бездор, под плохие дороги, под плохие условия, автомат можно брать или лучше механику? Можно брать автомат, но я никогда не вмешиваюсь в сбор механика, либо автомат. Не, но именно здесь он нормально работает? Можно, можно. За 10 лет, что я здесь работаю, я не видел ни одного уложенного автомата на бездорожье. Ага. Так, а скажи, пожалуйста, сколько стоит автомат? Автомат стоит 492 тысячи. Это уже почти 19. То есть плюс полторы? Да. То есть только за автомат? Только за автомат. Ага, ну, то есть, а вообще берут с автоматом его? Берут. Больше с механикой или с автоматом? Ну, я бы сказал, что чуть-чуть больше берут с автоматом. Но портрет покупателя 50% мужчин и 50% женщин. Так вот, те 50% берут. А, подожди, женщины ездят на нем? Да, да. Куда? Как это ни странно? По городу, в селе? Дело в том, что она мега удобная для женщин по городу. А чем удобно? А, ну, в смысле, можно... Рубленный дизайн, очень четко чувствуется габарит. Высокая, маленькая, можно где угодно запарковаться. Хорошо. Давай, прежде чем затронем тему дизайна, что с музыкой? Что подбираем? С музыкой... Лаунж уже нельзя, подсказка. Нет, нет, это не тот автомобиль. Ну, пускай будет что-нибудь из группы Ленинград. Ты уже видел новое поколение? Видел, конечно. На картинках, как мы, или уже есть какие-то инсайды? Нет, пока видел только на картинках. Я правильно понимаю, это будет в основном только внешне такое изменение? Технически что меняется? Ну, технически, скорее всего, что поменяется двигатель. По крайней мере, по предварительной информации, точно еще пока нет. Будет 1,5? Скорее всего, что да. 1,5 уже у них где-то был, мотор? Тот, что будет. Это тоже атмосферник? Нет, это новый, это атмосферник. И момент в том состоит, что он по размерам и по весу будет меньше, чем вот этот вот 1,3. А где ключ? Вроде объем больше, а... Весить будет меньше. А что будет с мощностью? Здесь сейчас сколько лошадей? Здесь у нас 85 лошадей. Что будет с тем, пока данных точных нет? Ну, подожди, они же не просто так объема добавили. Наверное, хотят, чтобы он чуть быстрее ехал или нет? Ну, дело в том, что для Jimny важна не динамика, для него важен тяговый момент, поэтому, скорее всего, что по тяге этот двигатель будет отличаться от предыдущего 1,3. Как насчет лошадей, не уверен, не знаю. 135 сантиметров приблизительно между центрами колес. Я хочу ради интереса сравнить с Витарой. Это, конечно, можно посмотреть в характеристиках, но воочию будет интересно. 155 приблизительно. 20 сантиметров разница по ширине. То есть, это реально полторушка. Слушай, хорошо, а что вообще этот мотор по надежности 1,3 представляет собой? И сколько он реально жрет сейчас? Если брать механику, то не так уж и много. Это не так уж и много, это относительно конкурентов. Это относительно того, что это внедорожник. Опять же, вопрос в плане конкурентов. К нему мы вернемся, но он достаточно такой скользкий. То есть, насчет расхода топлива на механике, это в среднем 7,5-8,5 литров по городу. Автомат потребляют где-то на литр. Это на приводе заднем, правильно? Да, это задний привод. А что, кстати, женщины говорят насчет заднего привода? Здесь же, получается, по городу нельзя на полном ездить. Нет, нельзя. А женщинам нормально? Как оказалось, нормально. Как оказалось, нормально. Так, слушай, но он вообще такой убюджетный, да, весь? Как можно? То есть, жемки не... Я бы не назвал это бюджетным. Это вопрос больше в том, что... Облегчение, это хочется сказать. Она максимально должна быть проста, чтобы она была максимально надежна. Сколько лет мотору этому? Ох-ох-ох-ох-ох, очень много. Этот мотор, он устанавливался еще на предпредыдущий SWIFT с мощностью в 92 лошади. На джимник он был дифферсирован до 85 лошади. Поэтому двигатель давний, проверенный в том числе и нашим рынком. Потому что и на SWIFT был, и на джимнике. Слушай, а что тут с защитой от пыли? Что-то особенное есть? Есть. Или как у всех кроссоверчиков? Есть. Есть. Дело в том, что даже сняв, мы не увидим этого. Ну что, вот же... Для того, чтобы это увидеть... Обычный такой. Обычный. Не, ну как обычный. Достаточно плотный, я бы сказал, но... Ну это оригинальный фильтр. А бывают, скажем так, потоньше, да, наверное? Нет. Дело в том, что изначально для пыли, ну, стандартные фильтры Suzuki, они очень хорошо фильтруют изначально любую пыль. Причем, что на джимнике, что на других моделях. Здесь момент в другом. К сожалению, мы этого не увидим. Почему? Потому что надо демонтировать крыло. Но. Видишь вот это вот? Что тут? Ну сейчас, вот это. Это вход воздуха. Откуда? То есть, соответственно, он берется не из решетки, как везде, а откуда? Он берется вот отсюда. Но здесь внутри идет колено, которое идет вниз. Нет. Колено, которое идет вниз. И заход воздуха в сам фильтр идет именно снизу. То есть идет колено, которое не дает даже в штатном положении, если вы заехали в воду и немножко хлебнули воды, Да, он все равно не попадет в мороз. Короче, это интегрированный шноркель? Или сюда еще надо ставить, если нырять? Ну, если нырять совсем, то, конечно, надо уже поставить. Оставиться нормально? Как просто интересно, он выводится тогда? Ну, это уже надо утюнивать в ателье, я спрашиваю. Подожди, сюда вход воздуха? Да, сюда под воздух. Через крыло проход и сюда? Нет, просто за крылом идет трубка. И она проходит вниз самого топливного, нетопливного. То есть, по идее, он должен просто меньше ловить пыль отсюда? Меньше ловит пыль раз. И в случае, если хотя бы немножко глотануть воды, то не будет радикального эффекта. Слушай, контролирующей электроники здесь много, или можно самоочинить такое? Не, ну, самому вряд ли получится, потому что здесь уже стоит и АБС, и в целом ЕСПИС-3. ЕСПИС-3? Да, ЕСПИС-3 здесь есть уже. То есть в любой комплектации? Да, ну, например, вот это вот, этот розет газа. Да, это не электронный газ. Из-за этого газа пользоваться очень удобно. Именно дозировка идет, ну, очень-очень-очень хорошая, очень тонкая. Болячки какие-то у него есть, которые вот надо купить, сразу сделать и забыть? Ну, этой конструкции лет, наверное, уже 60, поэтому даже не знаю, что могло остаться из болячек. Все, что можно сделать, да? Слушай, а есть возможность докупить сюда какие-то альтернативные фары помощнее? Опять же, это уже вопрос больше тюнинга, поэтому каждый владелец решает это для себя. У Сузуки именно из оригинала нет ничего. В новом джиннике там будут валяться. Бачок маленький. Омыватели? Да. Так, что у нас с металлом? Капот легкий, но сказать, что он играет, да, вот как многие говорят, ну, чуть-чуть играет. Чуть-чуть даже петли больше, сказать, играет. Воздухозаборник такой нужен, да, он или это металл? Нет, это унификация с внутрияпонским производством. А внутрияпонский что там может быть? 3 литра V6 турбо? Нет, 0,65 турбо. Но с трешкой ты угадал, он трехцилиндровый. Так, диски у нас? Обычные, стальные. Резина какая-то нестандартная или все нормально? 205, 70, 15, обычная. Относительно стандартная. Обычная. Так, хорошо, что там с передней подвеской будет? Как мы уже говорили, мост. Мост? Ну, а сама конструкция, жесткий он вообще? Ну, благодаря пружинам и амортизаторам, которые поставили вместо рессор, которые были еще на самурае, он достаточно мягкий. Впереди рессор? И спереди, и сзади были рессоры. И спереди рессоры? И спереди были рессоры. Ничего себе. А сейчас сзади что? Сейчас и спереди, и сзади стоят пружины и амортизаторы. Так, а сзади? Сзади как-то посложнее конструкция, чуть-чуть кажется. Нет. Тоже мост. Тоже мост. Мосты обслуживать надо? Тоже, ну, конечно. Мосты надо смазывать обязательно. Самостоятельно? Ну, если руки растут из того места, то можно. Но в гарантийный термин лучше этого не делать. А в гарантийный термин нужно смазывать? Конечно. На каком пробере? Будет зависеть от того, где эксплуатируется автомобиль. Чем больше он в грязи, тем чаще надо будет эту процедуру. Ориентировочно. Это очень сложно сказать. Ну, блин. Потому что если ты сто процентов времени проводишь в грязи, то это может быть и после каждой поездки. Ну, а что является индикатором? Ты приезжаешь каждые 15 тысяч на ТОС? Вообще приезжаешь каждые 15 тысяч на ТОС. Тебе смотрят туда в мосты или спрашивают, как ты ездил? Спрашивают в том числе, как ты ездил. Ну, а что является критерием, индикатором того, что надо? Индикатором зависит, опять же, исключительно от владельца. Если он признается, что он ездил постоянно на бездорожье, то ему будет очень сильно рекомендовать поменять смазку. А ее, чтобы менять, надо разбирать или там есть специальные отверстия? Нет, там есть специальные отверстия. Короче говоря, если вам интересен джим, не учитесь сами менять масло в мостах на свое усмотрение, смазывать, скажем так. Ну, я бы советовался хотя бы поспрашивать наших техников. Я сомневаюсь, Денис, что ваши техники расскажут. Расскажут, расскажут. Конечно. Значит так, здесь у нас по кругу пластик. Да, накладки. Здесь тоже пластик. Так, что еще интересно? Бампера, пластик, противотуманки в базе. Это вообще какая комплектация? Это на механике как раз базовая комплектация. Самая база, вот которая здесь 17500. Есть смысл спрашивать, как выглядит топ или топ вообще не берут? Топ берут, но достаточно редко. Выглядит он точно так же. Повторюсь, самое большое изменение – это кожаный руль и сидение из кожи, из кожзам. Все. Все. Остальное – все орнамент мелкий. Хорошо. Сейчас мы досмотрим машину и будем выяснять предположительно, чем будет отличаться новое поколение. Будем выспрашивать у Дениса, есть ли смысл подождать нового или надо бежать за старым, пока они есть. Их много вообще в наличии? Немного. Сколько? Их немного. Ну, если смотреть в целом по складу, сейчас около 30 автомобилей. А по цветам? По цветам пока что выбор есть, но уже не слишком большой. Ходовые цвета какие? Ходовых цветов как таковых нет. Ну, черные берут, да? Берут на самом деле все. И черные, и белые, и серебристые, и серые, и зеленые. То есть здесь отличных предпочтений. Нету какого-то цвета, который бы не пользовался популярностью или пользовался популярностью больше, чем другой. Скажи, а как реализована пониженный ряд? Отличается в механике и в автомате? Нет. Абсолютно. То же самое, да? Все то же самое. Так, ну что у нас получается по комплектации? Значит, ключ у нас, центральный замок есть в базе. Но только на одном ключе. Шпындики мои любимые. Отлично. Можно, если что, открыть вторым ключом отсюда, да? Слушай, а он фактически является полтораместным, правильно? И да, и нет. Как по размеру, да. Но по факту я даже могу сесть за собой. Давай сначала еще про клиренс, пока не залезли внутрь. Что у нас заявлено? Заявлено 19 сантиметров. Это под мостами, я так понимаю? Это под мостами, да. Ну, а как ты считаешь, правильно мерять все-таки под мостом клиренс? Ну, на самом деле, для него клиренс играет достаточно второстепенную роль. Из-за узкой базы. Да, узкая база, нестандартная колея. Соответственно, на бездорожье очень мало мест, где он может именно упасть в колею. Потому что большинство автомобилей еще. Передний дифференциал смещенный относительно центра, а вот задний почти по центру. Давай померяем под задним. Давай. И будем считать, что это правда. Так, давай здесь добавляю 110 килограмм в шалон, а мы померяем. А ну? А попрыгай. Ну, жесткие, жесткие пружины. Не, не жесткие. Не, ну я имею в виду, он не проседает так, чтобы сильно. Ну, да. Не проседает, но пружины не жесткие, на самом деле. Слушай, а может ты с прошлых видео похудел просто? Не знаю. Не исключено. Да, я думаю, можно его и не катать, будет и так понятно, где здесь. Ну вот, плюс полсантиметра. Сколько здесь у нас получится? Так, ну что тут у нас? Ну, слушай, 19 с половиной, плюс даже, может быть, 197 миллиметров под мостом. Может, здесь что-то ниже? Нет, здесь выше. Давай, ради интереса, еще кинем под передник. Слушай, сколько у них ресурс? Ты знаешь владельцев, которые по Украине ездят там по 500 тысяч? Ну, нескольких знаю, да. Ага, вот элемент подвески, рычаг, в котором будет как раз где-то 190. Но, в принципе, он похож на лыжу у настоящих таких подготовленных внедорожников. Так что это мелочь, если цепанут. Короче говоря, сантиметров 20-25, если не считать, мостов там есть. Так, что нам еще надо, прежде чем сесть внутрь? Антенна выдвигается? Да. Это радиоподготовка? Руками выдвигается? Да. То есть радио хочешь включить, вышел, вытянул антенну? Либо же так вытянул антенну. Можно на ощупь. А ну давай, вытяни ее на полную длину. На полную длину? Пожалуйста. Сейчас нащупаю. А, ну да, хитро, хитро. Ладно, зачет. Опыт. Опыт, опыт. Что с багажником? Запасное колесо там во всех, я так понял, да, в исполнениях есть? Да, запасное колесо сзади на двери. Проблемы есть с петлями, как у гелика? Нет. Честно? Честно. Вылазь. Идем просматривать. Мы хотим видеть твои глаза. Слушай, ну колесо в весу добавляет? Я бы его снял, если честно, если бы все время прыгал на оффроиде. Ну, если серьезно прыгать на оффроиде, то, наверное, будут снимать. Почему? Потому что, когда на оффроиде уже вешают колеса покрупнее, они уже гораздо тяжелее. Со штатным колесом, если не сильно прыгать по бездорожью, то вполне нормально выдерживает. Так, здесь такое все достаточно дешевенькое, но, возможно, крепкое. Это какие-то ниши дополнительные. Не знаю, зачем их такими сделали. Съемными. Крышечки. Сколько тут официально литров, когда разложены спинки? 117. 117. Так. Да. Коврик. Фанерка. И набор инструментов в дополнительном пространстве. Отсюда складываем кресло. Да. Получаем неровный пол, но зато сильно больше места. Жесткие подлокотники. Здесь подстаканнички для второго ряда. Слушай, а как, если сильно надо, получается, если надо только двух человек возить, можно же демонтировать второй ряд? Демонтировать, в принципе, можно, но надо будет потратить определенное время, поскольку они не легкосъемные. А можно их сделать вообще легкосъемными? Ну, это надо будет переделывать кресло. А где? Как они, наверное, на болтах? На болтах, да. Здесь вот идет крепление, и там внизу сама подушка. Она цельная, и она снимается. Под машину лезть не надо? С этими болтами, возможно, что придется. Я понял. То есть лучше их один раз снять, да? Ну, да. Ну, потому что все равно они места номинальные, я так понимаю. Ну, место номинально оно забирает, поэтому я, откровенно говоря, не сильно вижу смысл их снимать. Может быть, из-за того, что получить плюс-минус ровный пол, но опять же... Ну, послушай, там же снимается и сиденье, не только спинка. Снимается и сиденье, да. Литров сколько? 40-50 она снимет. Я думаю, даже больше. Ну, может быть, но насколько это поможет в перевозке, чего бы то ни было, вот не знаю. Ну, на охоту, слушай, какие-то винтовки, кабана кинуть туда. Можно же вообще собрать пластиковый кузов, короб, вместо них? В принципе, можно. Есть, более того, есть оригинальный короб, который ложится вот как раз, если положить сиденье, вот сюда вот ложится пластиковый короб такой специально. Прямо со ступенечкой? Да, прям со ступенечкой. Исходя из того, что это пластик, там, какой-то суперматериал, который масло и бензостойкий, то выйдет этот ковш, ну, примерно тысяч семь. Нехило. Ну, он идет именно во все. Так, итак, начинается экзекуция. Открываем мы дверь, которая, кстати, нелегкая такая. Закрывается, я скажу, ну, намного приятнее, чем в Геленвагене, вот честно. Что по металлу? Слушай, металл они вообще делают потоньше постепенно, да, от поколения к поколению? Конечно, конечно. Ну, вот, смотрите. Заднее крыло. Дверь пожестче. Переднее крыло вроде жесткое, но звучит пустым. Слушай, а шумка там вообще какая-то есть формальная? Я думаю, что даже нет формальной, поскольку вопрос шумоизоляции в нем изначально на очень-очень последнем месте. А масса на одном из самых первых. А женщины по городу. Слушайте, я сижу в машине, залез нормально. Над головой запас места приличный. Я думаю, что сюда даже Ярика не надо садить. Здесь у меня рука проходит. Вопрос к ширине. Дверь закрывать что-то вообще не хочется. А ты закрой. Вот так нормально вообще абсолютно. Ну, зимой локоть простудишь. Да, ну, надо привыкнуть к тому, что локти расставлять сильно нельзя. Ну, а так кресло, кстати, достаточно удобно. Можно на ходу в верхний багажник залезть рукой. Я, да. Можно что-то взять оттуда. Ну, как минимум, антенну я могу точно во всю длину отодвинуть. Смотри. Раз, и есть. Готово. Так, что у нас с обшивкой вообще? Ткань только на подлокотнике. У нас стеклоподъемники, да? Да. И передние и задние? Что здесь? Задних здесь нет. Правый и левый. Блокировка заднего стекла. Детей можно туда садить. Это не заднее стекло. Это блокировка передних. Задние стекла вообще глухие. Так, а что, переднего правого блокировка? Да. Так, значит, угол фар настраивается. Да. Противотуманки. И можно отключать ESP. Вот ESP, кстати, неожиданно, правда, здесь? А он в Европе продается? Да, конечно. Именно поэтому ESP появилось, да. Кстати, электрорегулировка стекол. Да. Ну, педальки. Кстати, не очень, честно говоря, так приятно звучит коробка переключения. Зато информативно. Надо, ну, так, надо привыкнуть, где там передачи. Ну, опять же, ход рычага очень длинный. Да я бы не сказал, что он длинный. Посмотри, ну, такая кочерга, а двигать практически не надо. Не, можно привыкнуть. По сравнению с легковой. Да, нормально. Электроблокировка, да, получается? Нет. Это режим. Включение переднего моста и пониженного ряда. Просто я ожидал, что оно будет механическое. А в новой, ты говорил, будет механическое, да? В новой будет там рычаг стоять. А не знаешь почему? По крайней мере, как по картинкам. Ну, я думаю, что хотят сделать его более олдскульным. То есть здесь вопрос не функционал. По правильнику. Да, не функционал. И 4WD понижение. На месте это можно делать? 4WD понижение только на месте. Как любой демультипликатор, он работает только при полной остановке. Ну, а чтобы включить полный привод, надо чуть-чуть проехаться? Или если ты уже забуксовал задней осью, начал включить? Можно включать, но, опять же, как во всех внедорожниках, лучше включать его до того, как вы сидите. Ну, а можно все-таки вот включить? Включить, пожалуйста. Он включит, подключится, или на месте уже зарытый, да? Пожалуйста. Хорошо. Просто это может не помочь. Я просто недавно в наваре не смог включить. Застрял. Так, ну, 2-диновая магнитола становится. Колонки какие-то есть или надо вставлять? А где они вообще спрятаны? В бардачке? Боже, в ногах. Да, сбоку в ногах. Вот где-то там? Да. Да, чувствую где. Ну, тут уже можно колхозить. Малюсенький бардачок у нас. Перчаточный бокс. Обдув. Печка нормально работает на моторе 1,3? Без проблем абсолютно. А, ну, это же бензин, в принципе. Да, это бензин. Не бывает их дизельных, правда? Дизельные были раньше, но сейчас не. Слушай, а какой аргумент для женщины взять эту машину, но все-таки для города? Или это должно быть условие плохие дорожные? Нет, откровенно говоря, как это ни странно, но это дизайн. Очень мало кто остается к этому автомобилю равнодушным. Он либо нравится, либо не нравится категорически. И если женщине он нравится, то просто поверь, вытащить ее отсюда невозможно, чтобы муж не делал. Хотя очень часто муж как раз приводит и заставляет специально делает вид, потом отговаривает как будто, да? Говорит, бери, я на дачу буду ездить. Через 2 месяца она приходит и говорит, что нужно выходные, и его забирают. Так, ну я сейчас попробую сесть за собой, была, не была. Попробую. Потому что скажут, самое интересное они сделали, блин. Как в купе сажусь. Четырехдверные бывали? Пятидверные. Джимни нет. Да ну нафиг. Слушай, ну я готов согласиться, что это трехместная машина. Ну то есть сам за собой я не сяду, в принципе, нет, сяду. Не, ноги надо просто засунуть, с этим проблема, да. Но так вот можно попробовать. Далеко ты, конечно, не проедешь. Но второе колено я не засуну. Ну вот разве что далеко ты не проедешь. Вот так. Ну слушай, ну как у... Как купе, как у всех купе нормально. Как у Мау. Ну с учетом того, да, что эта машина немножко в другой модификации в Японии продается как Кейкар. Ну с другой стороны, вот если посадить Серегу. Серега, а ну садись сюда. Вперед. Да, давай садись, не стесняйся. И двигайся на меня чуть-чуть. А Ярик с другой. Так ему нормально. Ярик, давай сдружить. Не-не-не, спереди, спереди. О. Ну можно еще отдать. Что там? Ты поместился? Ну вот так вообще хорошо. Специально экзекуцию сези? Ну зато есть еще чуть-чуть, чтобы ноги дышали. Так дышат. Боже, хорошо быть тобой, Серега. Я еще могу туда их засунуть. Слушай, так тут и я могу ехать. Так это для четырех маленьких. О, так подожди, а ну Ярик седжу. Не, видишь, это машина, но ездит только с водителем. Да ем. Вторая попытка. Тысяча извинений. Огромная просьба. Если нравится наш канал, включите уведомления, чтобы не пропускать новые сюжеты. Прямо под видео жмем кнопку подписаться, а потом и на колокольчик рядом с ней. Мы публикуем видео, вам приходит сообщение. Спасибо. И приятного просмотра. Ну, нормально. Странная, конечно, у нас семья, я себе подпускаю, но в принципе... А я автомобиль неординарный. Да, что-то есть. Ты же догадись, спинка сильная у нас. Поехали. Ну, тебе сидеть нормально вообще? А что с рулем? Руль вообще регулируется? Вообще не регулируется. Никуда, да? Никуда. Ни вверх, ни в нижний. По вылетам никак. Ехать, наверное, можно, но я думаю, если будет ДТП, то будет жопа всему. Мы будем друг со друга держаться. Я думаю, знаешь что, Ярик, то нас похоронят в одном гробу. В этом уже. А что вообще с безопасностью? Ну, если ты уже видел, есть две подушки фронтальные. Впереди, да? И две иконки. Но с другой стороны, для внедорожья зачем? Да. Зачем больше? Куда их вообще всунуть сюда, правильно? Вопрос. Так, ну слушай, смотри. Втроем едем, можно еще посадить сюда девушку. Влево, я считаю. Вот здесь вот. Одну? Ну, втроем и одна девушка. Ну, там как-то... Странная семья. На пальцах выкидываешь, странная семья, да? Слушай, ну, я вообще себя сейчас чувствую, как в МАУ в бизнес-классе. Сзади, когда впереди Серега. Слушай, ну, отлично. Ковриков нету в комплектации, да? Нет, есть. Ты сейчас на нем стоишь. Это тот, что с комплектацией? Нет, нет, нет. Изначально вообще нету, конечно, да. Но можно докупить. Слушай, ну, нормально. И, кстати, задний ряд удобный за счет того, что откидываются спинки. Я вот... Вообще, если честно, здесь удобно сидеть очень. Погрюмите мне снимать сейчас. А? Ну что, спинку откинул? Но головой места много. Но опять же, я за то, чтобы выбросить эти сидения, сделать здесь нормальный кузов, и реально на ней можно ехать. Ехать куда-то далеко даже. Но не быстро. Сколько? 120 нормальная, комфортная скорость? Ну, 120, да. Нормально, комфортно. О, у меня здесь есть рычажок. Ногой. А, это не рычажок, это педаль. Смотри, Серега. Вот так вот. Можно с ноги складывать кресло. Слушай, ну, ты знаешь, Денис, вот эта вся простота, она подкупает как-то. Вот ты едешь в машине, она честная, тут ничего не сломается, не отломается внутри. Четырехзонного климата нету. Шумоподавления активного нету. Ничего не поломается, правильно? Заправлять сюда какой? 95-й? 5-й? А 100-й можно? Можно 100-й. Все, что выше 5-го, заправлять. А 92-й? 92-й, он это переживет. Бензин или машина? Нет, бензин переживет, и машина переживет. Но будет выше расход топлива чуть-чуть, и хуже будет тянуть. Напомним, что для заправки тестовых машин в Киеве мы выбрали сеть АЗС Украфта, реализующую литовское топливо Орлен. Благодаря этому мы объективно можем сравнивать расходы динамику разных моделей, зная, что в баке топлива стабильного качества. Сколько стоит его обслуживать? Ну вот здесь вот будет очень сильно варьироваться то, о чем я с тебе говорил. Как есть? Ну если, допустим, по городу, если сравнивать с кроссоверами. Если стандартно, то рассчитываем, в принципе, на те же показатели, что и на Витали. Сколько это? 100, хорошо, 140 долларов. Вот так вот. 100-140 долларов за ТАОС. Плюс-минус с фильтрами, да? Да, с фильтрами, да. Рейлинги здесь всегда идут, да? Рейлинги здесь идут всегда. То есть багажник можно вешать. Хорошо, давай теперь поговорим насчет нового поколения. Цены неизвестны, да? Цены пока неизвестны. Ну а гипотетически будет удорожание? Я думаю, что будет. Почему? Потому что он сильно будет отличаться по комплектации, по функционалу внутри, по различным современным фишкам. То есть уже будут экраны? Уже будут экраны, скорее всего, что уже будут различные камеры. Хотя это еще не точно. Ну а база такая вот, как эта, будет? Или от нее откажутся? База будет. Нет, база будет в любом случае. Но даже в базовой комплектации он будет побогаче, чем эта машина. Хорошо, а вот все-таки, имея сейчас там на эту машину, вот она там 17500 стоит, пусть там с автоматом 19, есть смысл подождать нового или можно брать этот? Вот что мы теряем, если берем этот, не дожидаемся того? Ну мы теряем, безусловно, новый дизайн, потому что он действительно очень сильно будет отличаться, да, и, конечно, в плане внешнего вида новый будет выигрывать очень сильно. Но для тех, кому дизайн особо не важен, а важен именно функционал. Не, ну подожди, здесь дизайн тоже есть интересный. Тоже есть, тоже ни на кого не похожи. Тот, понятно, показали в ярко-зеленом цвете, а этот стоит черный, грустный, но... А есть здесь у тебя яркая машина? Ну, дело в том, что у него изначально таких ярких цветов особо нету, по крайней мере сейчас. Раньше были и красные цвета, но сейчас уже в связи с тем, что модельный ряд отходит, да, не урезали количество цветов, поэтому в основном остались более классические. Черный, серебристый, белый, темно-серый. Ну, хорошо, получается, что однозначно новое поколение будет дороже. Ну, будем честны, не станет оно в ту же цену и дешевле. Я думаю, что не будет, но будем надеяться, что оно максимально приблизится. Что со скидками на эту машину, с акциями? Со скидками на эту машину, ну, вот сейчас это вот как раз вот эти 17 с половиной тысяч, да. Это цены были снижены в мае месяце. Ага, то есть это свежая скидка. Насколько подешевел? Подешевел в среднем от 15 до 20 тысяч. Ну, там до 800 долларов. Да, да, да. А когда будет второе поколение? Ну, не второе, в смысле, а следующее. Я думаю, что в следующем году, но точной даты тоже еще пока нет. Ну, база остается та же, правильно? Мосты это все те же. Коробка? В плане конструкции все будет то же самое. Только две эти. Коробка, да, будет, возможно, что будет переработана сама программа. Но коробка, скорее всего, что останется точно такая. Тоже осин или механика? Да, 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 осин или механика. Так, ну что, поговорим про конкурентов, ответим на вопросы? Давай. Мы уже прям как топ-гир снимаем на креслице. Удобно? Очень. Ну, точно удобнее, чем в четвером джиме сейчас сидеть. Ну, немножко. Ну, учитывая то, что Ярику пришлось бы сесть назад с двумя метрами роста. Итак, поехали вопросы. Интересно, насколько аудиторию интересует джимни. Ого. В инстаграме 30 вопросов. Я напоминаю, что если вам интересно не просто смотреть и участвовать в этом, задавать вопросы, подписывайтесь на нашу группу в инстаграме. Мы сбрасываем туда анонсы, мы сбрасываем призывы задавать вопросы и кучу фотографий с каких-то бэкстейджов, с наших тестов, необычные вещи, которые не входят в основные видеосюжеты. Точно так же у нас есть страница на Фейсбуке и у нас есть сообщество на Ютьюбе. Во все эти направления мы бросаем призыв задавать вопросы и вот сейчас посмотрим, что у нас поднакопилось. Спрашивают, почему такая большая цена джипика? Понятие большое очень относительно. Если сравнивать с кроссоверами, да, цена далеко не бюджетная. Но если сравнивать с ближайшими конкурентами и сравнивать их по качеству, по надежности, по проходимости, то цена очень и очень привлекательна. То есть ты намекаешь, что это цена за много-много металла? Это цена за много-много проверенных технологий, которые не сломаются в самый интересный момент. Но многим из них уже лет по 40, по 30. Абсолютно верно, да. Но некоторым машинам это не мешает ломаться очень сильно. Хотя им уже по 40 и по 50 лет этим технологиям. Так, сравнение с Duster. Это мы уже забегаем в конкуренты. Ну Duster, во-первых, это кроссовер, то есть у него нет ни рамы. Не, у него есть пониженный ряд. Ярик, да, есть у Duster пониженный? Нет, у него пониженный ряд. Нет. Оказано. А и рамы нет? И рамы нет. У него система полного привода такая же, как в Suzuki Vitale и V6. Тогда все просто. Duster чистый кроссовер. Ну, кроссовер, да. Хорошая геометрическая проходимость, но по надежности на бездорожье, конечно, он не сравнится с джинниками. Но хотя тоже неплохо едет. И с кроссовером неплохо. Неплохо. Плюс у Duster есть дизеля 1.5. Есть. Спрашивают, будет ли семиместная версия? Я боюсь, что их пятиместных не будет. Джинник, он вот создан таким, какой он есть. Он уникален. И даже пятидверных версий не будет. Вот интересный вопрос. Обычно такое пропускаю. Но сейчас зачем он нужен? Все-таки бы я рассказал. Это машина для тех мест, где нет дорог и для людей, у которых нет возможности купить Land Cruiser. Или если Land Cruiser просто не проходит в тех местах. То есть я вот был в Греции на острове Крит. Там, где дороги вроде как есть, где их можно проложить. Но иногда их негде проложить. Дороги в скалах. Дороги просто с невероятным углом наклона. С разворотами практически на 180 градусов. И с полосой в 2,5 метра в две стороны. И вот там этих джинни просто валом. То есть то же самое касается у нас областей, регионов. То есть это как бы из новых внедорожников. Не странного происхождения. Мы сейчас еще о конкурентах поговорим. Фактически самый дешевый. Альтернативы ему на сегодня по проходимости нет. То есть действительно не просто проходимость проехать через лужу в селе. Не просто через яму перескочить. А проехать там, где в принципе ездят там квадроциклы только. Потому что по базе это что-то среднее между квадроциклом и автомобилем полноценным. Самое дорогое ТО когда планируется? Самое дорогое ТО можно посмотреть у нас на сайте suzuki.com.ua. Там есть специальный отдел сервиса. Просто периодически стоимость опять же меняется. Почему я всегда говорю периодически? Ну ориентировочно на каком пробеге? Ну это опять же это 105 тысяч, как и для всех Suzuki. Что там будет? Там уже будет замена топливного фильтра. Это основное, что тянет деньги. Он тут тоже вместе с насосом? Здесь он тоже меняется вместе с насосом. Ну цепь здесь тоже цепная передача? Здесь тоже цепная передача. О, кстати, а кабриолет вообще у нас доступен в Украине? К сожалению нет и они больше не производятся. Они производились только на заводе в Испании. Но этот завод в связи с кризисом, к сожалению, в 10-м году был закрыт suzuki. А цинковка кузова есть? Гальваника. Оцинковка практически сейчас мало кто делает, потому что она запрещена. Оцинковка считается очень вредной в плане производства автомобилей для окружающей среды. Поэтому многие еще по привычке говорят, что он оцинкован, но по факту это гальваника. В какой стране производится? Полностью в Японии собираются. То есть здесь уже никакой в Венгрии? Странно. Полностью в Венгрии. В Японии вообще их берут на внутренний рынок? В Японии очень популярный автомобиль. Ну только ты лишь с другими моторами, да? Ну просто он более популярный там, да, с другим мотором. Почему? Потому что он подпадает под категорию кей-кара. И там очень серьезные скидки по налогам идут. За счет размера или за счет выброса? За счет размера, за счет объема мотора, за счет параметров именно кей-каров. Слушай, а вообще вот Jimny и ГАЗ, есть такая сфера вообще общения? Да, но как и со всеми Сузуками, надо очень аккуратно. А есть смысл в такой маленький мотор ставить ГАЗ? Или это уже извращенство? Каждый решает для себя. Но что-то он там сэкономит? Сэкономить всегда можно, но опять же, надо очень-очень внимательно изучить этот вопрос. Прежде чем что-то устанавливать. Вопрос, есть ли смысл брать его для сурового оффроуда, то есть под соревнования? Конечно, имеет смысл. А что здесь, если уже изгаляться, каких он доработок требует? Колеса? У кого на что хватит денег? Потому что тюнинг-этелье производят огромный список того, что можно установить на джиннике. Ну вот по опыту, что обычно ставят? Понятно, шины, понятно, лебедка. Шины, suspension lift, body lift, лебедки, меняют бампера, шноркели, я не знаю, море всего. Меняют передаточные числа, ставят принудительные блокировки в мосты. А что из этого всего можно поставить официально на сервисе? Ничего. Понятно, кратко и ясно. Так, ну перейдем к конкурентам, потому что на большинство других вопросов мы уже в процессе теста ответили. Итак, воспользуемся сервисом подбора на инфокаре, как всегда. Выберем кроссоверы с полным приводом, уберем цену практически до минимума и отсортируем их по цене. К сожалению, у нас нет отдельно внедорожников, потому что в последнее время уже размывается эта грань между кроссоверами и внедорожниками. И вот у нас на первом месте получается ВАЗ, ЛАДА 4х4, НИВА, которая еще олдскульная, классическая. Это самый дешевый, получается, внедорожник. Цена от 12 тысяч. С мотором 1.7, 83 силы, полный привод, механика. Автоматов здесь не бывает. Что скажешь за сравнение? Ну, это наиболее часто сравниваемый автомобиль. Именно не Chevrolet, НИВА, а ЛАДА. И Chevrolet, НИВА, и ЛАДА в том числе. Но в основном сравниваемая юрлицами. То есть не людьми, которые берут для себя. Почему это самый, наверное, ближайший конкурент? Это, безусловно, размеры. Ну и цена, соответственно, тоже. Но в НИВА она не равна. Она не обладает такой надежностью. А НИВА не равна? НИВА не равна. У нее хорошая геометрическая проходимость, длинные хода подвески. Но она не равна. И качество сборки, конечно, по сравнению с жимником, радикально разница. Так, а вот Chevrolet НИВА. То есть цена выше. Она больше. С 13,400. Мотор будет 80 сил, 1,7. Только механика. Она больше. Поэтому тоже сравнивают. Но, в принципе, недостатки те же, что и у обычной нет. Надежности. В плане надежности, да. В плане расхода топлива, в том числе. Отмечают, что меньше 10 получить. Но очень сложно. Ну, если смотреть на автомобиль для города, как ты говоришь, для женщин, то есть Nissan Juke, который, в принципе, можно взять существенно дешевле. Но это будет чистый кроссовер, понятно, никаких вопросов. По нем не полетаешь, на нем не полетаешь по ямам. Нет надежности, нет проходимости. Но как имиджевая машина для города, конкурент. Я тебе честно скажу, что когда женщина выбирает джинни, она не выбирает его за два неразрезных моста и раму. Ей абсолютно все равно все это. Вот она вот влюбилась в его формы, внешний вид и то, что ей удобно. Вот это вот тот критерий, по которому женщины выбирают джинни. Хорошо. Хрюфника это мужчина. Рено Дастер. То есть, как мы уже говорили, это чистый кроссовер. У него полный привод есть. Единственное, что с полным приводом он уже стартует с 18600. То есть дороже получается сколько? На 1000, чем джинни. И с механикой, но 115 сил. То есть будет пошустрее машина. И побольше внутри. Она будет пошустрее, она будет побольше внутри. Именно благодаря тому, что она кроссовер. То есть это предопределяет. Со всеми плюсами и минусами. Со всеми плюсами и минусами. Поэтому редко, достаточно редко сравнивают. Так, ну формально Suzuki Vitara точно так же по цене, как и Duster. То есть тоже может быть чуть дешевле даже. Но если смотреть уже с полным приводом, уже сильно дороже, чем джинни. Дороже, да. УАЗ Хантер. Классический УАЗик. Можно взять за 17, но вот это выбор был бы очень странный. Единственный плюс, наверное, в том, что его можно там самому как-то чинить. Ну да, но это придется делать очень часто. Да, регулярно. Точно так же, да, точно так же, как и с Нилой. Ну и цена, да, цена практически та же. Мотор 128 сил, 2,7. Расход я могу себе представить. По отзывам очень немало. Grand Vitara по сравнению с ним просто мегаэкономичный автомобиль. Так, ну и есть еще один интересный экземпляр. Это Great Wall Hevel H3. Машина уже не новая. Все уже знают его как бы и болячки, и плюсы, и минусы. Он получается в ту же цену. Он тоже внедорожник. Рамный, с блокировками совсем. Но он, можно сказать, огромный внутри. То есть он практически как Prado. И тут, конечно, вот вроде как китаец, да, ненадежный. Это японец надежный, но размеры, комплектация. Боюсь сказать как женщина, да, но размер не всегда главное. В его случае очень часто размер как раз играет в пользу него, потому что не каждому нужен большой внедорожник для того, чтобы проехать в весьма специфических условиях. В лесу, например, большой внедорожник – это огромный минус. Огромный минус. Не всегда можно развернуться, не всегда можно проехать между деревьями. То есть то, ради чего берут, как ты уже говорил, очень близкие ему по духу квадроциклы. Да, ну вот, в общем-то, на этом конкурент и все. Можем кратко подводить итоги. Что у нас получается? Мы пришли к тому, что Jimny уходящий, да, и приходящий тоже. Это будет инструмент, то есть узконаправленный автомобиль. И если к нему подходиться с точки зрения логики, то главный аргумент – это надежность. Второе, ну, как бы два главных аргумента – надежность и проходимость. И опять же, но в тех случаях, когда нужна маленькая машина. Потому что если вам нужно садить большую семью, возить много грузов, он для этого не подходит. Но вот в этих направлениях, когда другой автомобиль туда не влазит, альтернативы ему просто нет. Второй момент насчет того, стоит ли ждать нового. То есть, если вы смотрите на него как на имиджевый автомобиль, потому что, в принципе, в какой-то мере он таким является, то да, и если вы готовы доплатить тысячу, две тысячи долларов, есть смысл подождать полгода, ну, максимум год еще нового. Если вас устраивает этот дизайн, то надо понимать, что от новой машины принципиально нового ничего вы не дождетесь. Кроме расширенных возможностей комплектации, которые, соответственно, выведут Джимни уже за рамки класса. С одной стороны, он станет сильно дороже и уже не такой привлекательный. С другой стороны, он сможет уже спокойно конкурировать с тем же Дастером. Будет стоить тех же денег, но кроме комплектации реношной, он будет предлагать еще надежность и проходимость. Вот как-то так, правильно говорю? Или что-то еще можно добавить? Я думаю, что мало чего. В принципе, очень четко. Спасибо. Денис, у нас остается из Сузуки еще одна модель Гранд Витара, и я думаю, мы еще увидимся. Подписывайтесь, не переключайтесь. Подписывайтесь. 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 Субтитры подогнал «Симон»